доброго времени с вами ведогор сегодня мы рассмотрим расположение 30 энергетических вихрей с точки зрения славянской традиции в действительности вихрей великое множество и как они развиты и функционируют зависит от многих факторов и в первую очередь конечно же от духовного развития человека приступим первый энергетический центр вихрь матери расположение ступни ног второй энергетический центр вихрь исток расположение в области промежности в точке расположенной между гениталиями и анусом третий энергетический центр вихрь хара расположение у женщин в области таза над лобковой костью у мужчин выявляется экспериментально четвертый энергетический центр вихрь живот расположение район солнечного сплетения немного ниже диафрагмы пятый энергетический центр вихрь ярила расположение параллельно сердцу в центре тела шестой энергетический центр вихрь гирла расположение горла седьмой энергетический центр вихрь ока расположение центр лба восьмой энергетический центр вихрь родничок расположение на макушке и девятый энергетический центр вихрь отца расположение считается что девятый вихрь расположен примерно на 15 сантиметров выше головы но это не совсем так потому что у каждого человека разная аура и чем более одухотворен человек тем выше располагается девятый вихрь это же касается в неполной мере и восьмого вихря число вихрей соответствует количеству девяти желез внутренней секреции организма человека половые железы поджелудочная железа надпочечники вилочковая железа пара щитовидные железы щитовидная железа гипофиз эпифиз шишковидная железа подбугорная область головного мозга гипоталамус расположение на теле человека девяти основных вихрей сообразно примерно с локализацией больших нервных сплетений в соответственных областях физического тела основные девять вихрей создаются в точках в которых стоячие световые волны двадцать один раз пересекаются диаметр малых вихрей около восьми сантиметров располагаются они на расстоянии около двух с половиной сантиметров от поверхностного слоя кожи при исцелении очень важны два малых вихря расположенных на ладошках при пересечении между собой энергетических линий семь раз образуются ими гладкие маленькие завихрения имеется очень много крошечных силовых центров в которых потоки энергии между собой пересекаются менее семи раз расположение этих завихрений совпадает почти с расположением акупунктурных точек на теле два центра расположены впереди ушей в точке соединения челюсти следующих два центра расположены на уровне сосков один близ щитовидной железы где соединяются грудные кости он и два грудных центра вместе образуют треугольник сил затем два центра располагаются на ладошках два на ступнях ног два на области черепа позади глаз два центра связаны с мужскими и женскими репродуктивными органами гонады один расположен почти рядом с печенью один из центров соединен с желудком и его относят к солнечному сплетению но он ему не идентичен два связаны с селезенкой фактически они создают один центр который состоит из двух центров наложенных друг на друга два центра расположены позади коленей два центра расположены позади коленей его рассматривают некоторые школы оккультизма как главным он располагается не в позвоночнике а на близком отдалении от вилочковой железы еще один центр находится рядом с солнечным сплетением и его связывают с центральным основанием позвоночника этот центр образует треугольник из сакраментального центра центра у основания позвоночника и солнечного сплетения отдельно хочу сказать о вихрях матери многие человека представляют его связь с землей земля жива и она наша мать природа которая отвечает за заземление человек когда у него появляется страх очень часто использует выражение душа ушла в пятки это означает что его все энергии падают вниз на наша матушка земля природа принимает это все в себя и принимает вихрь матери отвечающий за это человек ступнями ног где расположены точки всех органов соприкасается с землей вот почему наши древние предки чтили матушку природу потому что предки знали что все окружающие их земля огонь вода воздух каждая былинка и травинка каждая деревца и каждый камушек имеет дух и душу а ноги человека являются связующим звеном его с природой с природными духами и существами на сегодня это все с великой благодарностью к вам ваш ведогор а у ых а а у а у у Продолжение следует...